Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как обнулять ось Z по датчику обнуления инструмента. Сейчас в данный момент мы можем наблюдать непосредственно скринсет нашего завода. В левой части экрана мы наблюдаем клавишу обнулить инструмент ось Z. Вот мышка где. Вот я немножко его приблизил. Первой клавишей идет подскок. Я выставил 3 мм. Это значит, что после первого касания датчика ось Z поднимется на 3 мм и опять будет опускаться. Далее у нас идет скорость перемещения CZ. И непосредственно смещение осей XY. Я их как бы оставляю по нулям, чтобы ось была в нуле. В безопасных Z высота должна всегда быть немножко больше величины самого датчика. Высота самого датчика, то есть пластины, у меня 34,5 мм. Давайте сейчас попробуем обнулить инструмент. Я нажимаю обнулить ось Z. Выскакивает окошко, убедитесь, что датчик находится под... Вот непосредственно у нас этот датчик. Вот эта вот его высота является 34,5 мм. Здесь мы видим вот фреза, наша заготовка. Сейчас ставим датчик под заготовку. Я установил датчик под инструмент. Предварительно обнулил ось XY, чтобы они никуда не смещались. И мы обнуляем ось Z. Нажимаю обнулить ось Z. И подтверждаю то, что у меня датчик находится под фрезой. Нажимаю ОК. Ну вот, собственно, ось Z обнулилась. У меня стоит безопасная высота по оси Z на 1,5 мм выше непосредственно самого датчика. Сейчас я вам покажу, как выглядит. Сейчас я убираю датчик, выставляем его в сторону и нажимаю двигать к нулю. Z 0. И мы смотрим, что... Вот мы можем наблюдать то, что у нас фреза находится идеально к нулю относительно заготовки. В принципе, ну вот и всё. Мы обнулили его в Z, догружаем программу и можем резать. Субтитры создавал DimaTorzok